что-то не едет в мае в мае будет нормально сухо тут отлично спокойно заедешь да наверное мы тут надолго что то есть у меня подозрение нам видите какая грязь такая качественная протектор замылен в ноль вообще как на сликах да да давай наверно ровно назад да колеса ровно да все все хорош хорош так ну саня первый пошел не знаю у него конечно с его мотором шансов больше всех ну не знаю пока едет пока едет саня саня наверное заехал да так кто тут у нас еще ну фортунар просто не двигается вообще даже тронуться проблем так ну вот банда вся тут у нас значит ну может дальше пробьем до земли будет не так скользко хотя непонятно на самом деле дождь идет грязь тоже тут такая качественная скользкая будем думать не знаю конечно фортунар погричились сюда пусть спускаться тут и на грязевой и без блоков будет тоже весело я думаю ну будем сейчас смотреть короче можем натяжку надо ну сейчас мы по сане поймем потому что по тебе хрен поймешь мотор колеса сейчас мы по сане попробуем понять что там круче подъем там круче дарен стоит правой стороны еще корень такой надо перепрыгивать да саня говорит там дальше еще круче и поворот и корень торчит но у сани блокировка задняя грязевые шины маленький вес ну так себе непросто конечно но обороты бешеные тысяч пять наверно но вышел вышел так фортунар продолжает неравную борьбу ну там конечно крутится он круто когда нечем цепляться не то нереально это нереально надо кому-то привязываться до спуститься сюда затея такая себе конечно ну да у меня едет понятно тут без каких а клёня цепляем но это кстати самое реальное решение наверное у него зацеп самый лучший шансы максимальные выехать расскажи обороты бешеные были конечно тут конечно подъем этот второй подъем тоже тоже да да но я слышал фортунар тракторист просто рвет рвет все рвет все дерево нигде не зашел за ним там сложно ну молодец ну молодец все да сань зашел так тонировка конечно тоже тут с его весом еханы бабай он еще замылены после болота полная жесть короче да да его так не вытащишь как ну вытащишь конечно да вот это номер блокировки не помогают ни хрена себе история так надо да разгон ему взять но там на перерез на перерез опоздавшие ну даже сложно стартануть вы видите что происходит понижение большое обороты хотя нормальные вот это вам и кино там влад на чироке на гран-чироке исполняет по болоту нормально вот это номер ну а дальше разгон поехать взять с вывернутыми колесами стартует не едет тонировка пойди ему скажи чтоб колеса ровно поставил он с вывернутыми колесами все время стартует мне всех вытягивать теперь вот это я не знаю это вообще шок просто что за тарахтело андрюха что-то звенит что за тарахтело одесса вадим так альтернативный маршрут для старта ну думаю да саня подожди отойди заедет а а а а ну там ну там саня убегай оттуда остановился вадим давай аж сюда чтоб разгон набрать я думал вы езжай вниз потому что здесь не ходит остановился вадим давай аж сюда чтоб разгон набрать я думал что такого не было никого не было не не сюда ехал а отсюда стартануть до да еще дождь идет вот это это да есть тракторист лёня вытащит я думаю и и дай в самый низ не едь отсюда можно стартовать пробовать ты проедешь еще два метра и можно стартовать давай да 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 он он раскатал здесь все задержи к тут всем хана умрем мы все умрем мы все тут умрем еще назад еще чуть-чуть я там не выйду хорош ты разгон набери вот здесь и выйдешь давай надо надо какую-то передачу правильную выбрать просто ну вроде выбрал правильно нет нет не выйдет вот там ему надо выехать блин он там не может все стой там не едь уже она не держится его тянет он не может удержать машину тогда надо тогда надо размотать лебедку мы его не зацепим тогда тогда еще раз пробовать еще раз пробовать еще раз пробовать давай давай еще назад можно колесики чистятся все нормально да чистое да да просто чем больше раз он это делает тем хуже всем остальным здесь будет он дальше не видишь даже не пробивает дальше раза с тридцатого с тридцать восьмого сейчас еще четыре раза его здесь уже не поднимет не он держится там можно лебедиться о о о о лебедите его я же говорил что там надо тормозить у андрюхи ремень слетел опять с гидроусилителя такая грязь тут очень качественная как надо да ну и подъем нехилый ну как тут у вас чтоб не покатилось эти замыли на все лебедка на удавку веревку на удавку на удавку желтую петлю в петлю пропускай вот так да так поменяли дерево не достал оттуда лебедка полностью размотана практически так у вас и еханый бабай хоть бы не улететь вниз склон хороший и тут он крутой и затяжной ну мы покушали в принципе тут можем несколько часов упражняться и и и и и и там еще на барабане достаточно место пробует навалить на усилие где-то может и зацепиться скоро вот здесь где-то да поедет давай да можно можно легче пошло давай 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 колесами давать хорош хорош может перемотать надо отпускай отпускай трос иди так ну перец цепили за за дальше по прямой дерево сейчас уже наваливай-наваливай да такой тут протектор замылены это не может останавливается срывает этот верхний слой все сейчас поедет чуть-чуть осталось все так ну вадима затянули нажали у него машина не тяжелая два самоблока спущен остальным будет сложнее намного но вниз ну так не просто тут идти сейчас посмотрим андрюха починился так у нас pajero остались гран чироки но у них нет баджера есть сзади блокировка не знаю короче как мы сейчас будем смотреть чироки занят лебедки не тонировка еще на ремонте какие-то растения тут из-под снега пробивается но было тепло что там лень серьезно какая шкив или ремень это да было дело я знаю да я не знаю если он слетел то так ну андрюха завелся пока я шел шкив в руках вон у двух саш андрюхин плохо что замылены они туда и даже там где я уже ехал нормально там он не может еще ну что теперь нажать и где ну сейчас я отпускаю сейчас этот леня поднимет а я тогда спешу ну попробую помочь тракторист едет ну что скажешь потащи давай я его поставлю давай давай так бегу на горку сейчас тракторист будет тянуть патриот но это интересно события андрюха без гидроусилителя охлаждения охлаждения на том же ремне что и и насос на одном ремне все бывает разное но в разных конструкциях автомобилей по-разному кого-то отдельный ремень у кого-то вместе короче стартанули идут 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 вдвоем вдвоем легче конечно вот так вот выскочили круто остался pajero 2 и гран чироки зиджей вот такое тут мягенькая короче мягенькая и скользкая не ну на хороших шинах можно зацепиться а так проблематично ну хотя бы задний блок нужен видите что происходит просто просто внизу да можно не терять время и ничего не пробовать едет лёня 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 в лобовую так подымаемся по целине ну пробует еще ну я думаю это невозможно просто буксуют колеса нереально был крик готов что за звук был что-то оторвали там где-то у кого-то хотя динамика непонятно что там или отцепилась или оторвалась где-то сам едет где-то потом останавливается лёня его под хвостом выхватывает в принципе ну да машина на ходу это не то что обездвиженную вытаскивать ну все остался гран чироки зиджей 4 литра 32 комфостер можно аленю остановить этом лёню ну пробовать не знаю пока идет пока идет вот увидел лёня остановился лёня напугал лёня испугал говорил остановите лёню лёня напугал интересная сценка смотрите как мотор все-таки порешал ну и шины хорошие новые мягкие там его подтянуть уже можно неплохо показал да и стартанул с горы молодец отсюда стартанет нет не знаю бампер правда висит задний смотрите стартует и поехал сам красавчик да выехал но шины действительно мягкие неплохие за счет их все-таки я думаю но спущен хорошо еще наверно да удивился удивил ну конечно хорошо что лёня приехал долго мы тут выезжали трактора решают ну и мотор бэховский и вояки лёнины с кулака он выровнял и починил закрывает не открывает за ручку жны ты чё андрюха так у лёни мы внутри вот он спаситель всех сегодняшних участников афроуда главный спаси какой-то запах у тебя что-то подгорело проводка какая-то что-то подгорело ну задом я кричал и говорю чтоб ты не ехал это не сцепление да нет это не сцепление запах проводки у тебя какой-то пластмасса подгорела какая-то это уже такое было когда я катался по горбам так андрюха без помпы и гидроусилителя я не упал поесть есть помпа нет он качает этим ведь печка охлаждают даже есть у него у него нет гидроусилителя и ремня вентилятора то есть и вентилятора нет а и вентилятора у него есть принудительная ну тогда нормально вот это маньяк говорит не едем дальше на горочке говорит сказал что ну так а что приезжаешь редко ничего расслабляться надо дать нагрузку нормально когда ты в зале был последний раз вчера и сегодня пойду в зал да и что сколько ты лежа сейчас жмешь 90 на 8 да ладно ух ты же здоровый пугай ты что я давно не был наверное 90 на 8 это мне надо полгода наверное ходить блин каждый по три раза в неделю чтоб я просто с большим весом не делаю с большим суставы да не надо сейчас уже это на 8 на 10 ты же на шестом десятке уже да как и я да только никому не говори да я не говорю что никто не узнает так то ты молодой как огурчик особенно летом зимой то там в одеждах непонятно бицуху не видно да вот это ты спас я говорю слышь без тебя больше вниз туда зимой не спускаемся да и летом когда дуешь лучше тоже да я сам не ожидал тарантас это ты видишь как едет тарантас да нормальная ручка у тебя такая что там глухнет да это кстати настоящий гранат настоящий да перехвалили ну да не будет все нормально да